Всех приветствую! Один из подписчиков прислал в ремонт зеркальную фотокамеру Canon. Проблема в том, что она перестала включаться. Со слов владельца, дефект появился после падения аппарата, что неудивительно, подобную технику ронять нельзя. Перед проверкой дефекта, проверяю батарею, подав на неё напряжение от лабораторного источника. Напряжение батареи около 8,1 В. Уровень заряда достаточен, чтобы фотокамера включилась. Устанавливаю батарею, переключаю рычаг включения в положение ON и нажимаю кнопку спуска затвора. Никакой реакции за этим не следует. На экране изображение не появляется, и дисплей видоискателя тоже ничего не показывает. В общем, дефект понятен. Попробуем разобраться, в чём проблемы с этой фотокамерой. Приступим к ремонту сразу после объявления от спонсора сегодняшнего ролика. Не у всех сервисных центров есть собственный склад запчастей, а у домашних ремонтеров тем более. Заказы из-за рубежа могут идти месяцами, огорчив в итоге плохим качеством и потерей времени. Настоящим спасением от подобных проблем станет компания Axiom. Почему именно Axiom? Всё просто. Отправка в день заказа, доставка в любую точку России до 5 дней, простая система оплаты и скидок, запчасти от заводов-производителей, гарантия на весь товар 90 дней, помощь при выборе и покупке, тысячи постоянных клиентов 8 лет на рынке. Используй промокод REMONTER и получи скидку на свой первый заказ уже сейчас. Ссылки в описании. Возвращаемся к ремонту. Начнём с самого элементарного. Дефект может быть связан с повреждением датчика крышки батарейного отсека. Язычок датчика здесь, на месте. При нажатии на него реакции не следует. Значит проблема в чём-то другом. Чтобы выяснить в чём именно, фотокамеру придётся разобрать. Я хочу проверить, доходит ли питание от батареи на электронику. Выкручиваю корпусные винты и извлекаю заднюю панель. От неё на плату отходит два шлейфа, поэтому лучше не делать резких движений. Шлейф дисплея легко отключается сам. Отключаю шлейф кнопок и откладываю панель. Здесь находится главная плата. Она не имеет видимых повреждений и следов залития. Батарея не подключается напрямую к главной плате. Сначала питание проходит через плату, расположенную под передней панелью. Поэтому продолжаю разборку. Нам нужна вот эта плата. Доступ к ней закрывает верхнюю часть корпуса. Снимаю ремень, выкручиваю винты и извлекаю её, отключив провода вспышки. Теперь можно видеть, что данная плата с внешней стороны тоже не имеет видимых повреждений. Выводы разъёма батареи припаиваются к этим контактам. Проверю, поступает ли на них питание. Кстати, важно убедиться, не заряжен ли конденсатор вспышки, чтобы при манипуляциях с платой случайно не получить удар током. В моём случае конденсатор разряжен, и можно продолжить поиск неисправности. Напряжение от батареи на плату приходит. Хорошо, теперь нужно убедиться, что оно по этому проводу доходит до главной платы. Силовой провод подключается к разъёму с обратной стороны главной платы. Очевидно, что примерно там же располагается и система питания, которая генерирует необходимые для работы камеры напряжения. Извлекаю плату, чтобы проверить наличие этих самых напряжений. Какие точно должны быть, я не знаю. Очевидно, что-то из стандартного. 3,3, 1,8 вольта и тому подобное. Система питания располагается за этим экраном. Понял это по обильному количеству дросселей, которые обычно составляют часть схем преобразователей напряжения. Подключаю батарею и прохожусь под дросселем-мультиметром. 8 вольт – это напряжение батареи. Есть 4,8 вольта, далее 3,2 вольта. Думаю, что для запуска платы необходимое напряжение имеется, поэтому не считаю, что здесь проблемы с питанием. Устанавливаю плату на место. Следующее, что нужно проверить, это рычаг включения. Камера может не включаться из-за попадания жидкости на контакт рычага. Проверил все контакты, но они оказались идеально чистыми. Здесь все в порядке. Кстати, камеру до меня уже разбирали и, возможно, что-то при сборке сделали неверно, так как после моей пересборки аппарат стал выдавать признаки жизни. Теперь при нажатии на кнопку спуска несколько раз срабатывает затвор. Думаю, что сейчас проблема с затвором, как будто камера не видит его текучего состояния. И вместо одного срабатывания дает серию. После внимательного осмотра шлейфов, отвечающих за работу затвора, заметил один с небольшим повреждением. Давайте взглянем под микроскопом, не повреждены ли у него дорожки. Отлично! Похоже, я нашел то, что искал. Перебита одна из линий. Дорожка тонкая, то есть по ней течет слабый ток. Очевидно, что линия отвечает за работу какого-то датчика, например, датчика положения затвора. Но это только мои догадки. Восстановлю обрыв и посмотрим, что это даст. Зачищаю скальпелем участки проводника по обе стороны от обрыва. Наношу флюс, заложиваю и припаиваю тонкую проволочку. Первая попытка неудачна. Проволочка оторвалась. Повторяю процедуру после заточки медного жалопаяльника, чтобы с ним было удобнее работать. А то было такое ощущение, как будто паяю бревном. Отрезаю лишнее, проверяю надежность монтажа и смываю флюс. Готово. Но если оставить шлейф в таком виде, то проволочка может быстро отвалиться, либо переломиться. Чтобы надежно зафиксировать шлейф в месте обрыва, использую клей, который застывает под ультрафиолетом. Он уже отвердел. Следы от касания пинцетом остаются на тонком поверхностном слое. Глубоко проникнуть в состав не удается. Хорошо. Подключаю шлейф и проверяю работу. При каждом нажатии на кнопку спуска производится одиночный снимок. На дисплее видоискателя изображение есть. Дефект устранен и можно собрать камеру для дальнейшего тестирования. Изображение на экране есть, но при нажатии на кнопку спуска затвора снимок не производится. Не срабатывает автофокус объектива. И это дополнительный дефект. Теперь уже объектива. Скажу, что после падения это обычное дело. По звуку знаю поврежденную шестерню в редукторе привода фокусировки. У меня уже есть видео о ремонте объективов с таким дефектом, поэтому не буду детально описывать процесс ремонта, но оставлю ссылку на видео в описании. Вот причина дефекта. У этой шестерни большинство зубьев оторваны. Меняю шестерню на новую и собираю объектив. Еще раз проверяю работу камеры. Сейчас она функционирует исправно. Других дефектов за время тестирования я не обнаружил. И на этом завершаю ремонт. Думаю, что если ее не ронять и не заливать, то будет работать как новая еще долгое время. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч в других ремонтах.